Друзья, мы начинаем очередное заседание клуба «Улица Правда». И вначале я хотел бы сказать пару слов. Здесь вы все, в большинстве своем, студенты факультета высшего управления. И вы прекрасно знаете, что для того, чтобы управлять, нужно иметь какой-никакой план на хотя бы какой-то приличный срок. Поэтому мы сегодня хотели бы спросить наше правительство, уважаемому господину Мишустина, если у вас план, плана нету, управления нету, нету программы, нету даже тех людей, которые могли бы написать программу действий в той ситуации экономической, которая сложилась. Потому что те люди, которые на сегодняшний день захватили все экономические институты и все экономические кафедры, они, во-первых, мыслят в категориях приватизации, инвестиции и выкачивания прибыли, в категориях сливать нефтяру и закупить там, где можно, что можно. И такие люди, конечно, не могут написать программу правительства, в которой наложен запрет и на продажу энергоресурсов в ряд стран, и в инвестиции, и в запрет в том, чтобы закупать огромное количество товаров. Почему эти люди так мыслят, что у них в голове, почему эти люди необучаемы, почему они могут выполнять только то, что они уже когда-то делали, и не могут перестроиться, нам сегодня расскажет уважаемый профессор Савельев. Здравствуйте. Прошу вам слово. Значит, основная проблема, на самом деле, глобальная, которую решает сегодня человечество, она довольно простая, и никаких тут хитростей нет. И все равно абсолютно, что мы будем строить, социализм, коммунизм, капитализм, там, как называется еще, аврамическую краснотень, то есть еще один вариант коммунизма. Вот эти все басни, они очень хороши. Но из них ничего уже не получается, несколько тысяч лет, и не получится. По одной простой причине, потому что в основе всех этих умозрительных конструкций, какие бы они ни были по своей сути, экономические модели, там, системы строгого надзора, императорского, там, или социалистического, или, там, спецслужбами. И она не помогает все равно. Уже проверяли все варианты, и как раз построение социализма в нашей стране показалось, что самыми лучшими намерениями ничего сделать нельзя. Все равно кончается одинаково. По каким-то загадочным причинам, очень быстро у власти оказываются люди, которых вот во времена НЭПа, как вы, ну, все вы знаете, вам про это профессионалы, они, я, лекции читаю наверняка. Иосиф Сиренович решал проблему одну, или как-то прекратить слияние в экстазе членов ВКПБ с капитализмом, которое происходило в кабаках интенсивно. Ну вот, или или не разрушать эту прекрасную связь и породить в России очередной капитализм, только более такой технологичный, чем во времена царизма. В царизме-то ничего хорошего не было. На самом деле, многие очень сильно апеллируют, а научно-исследовательские институты-то откуда взялись? Что их, царь-батюшку, что ли, строил? Да плевать было в те времена на эти институты. Реальным институтом был создан только один, институт экспериментальной медицины, и то из-за холеры. Больше ничего. Это начинание принца Льденбургского, который до сих пор там упоминается, как основателя этого института. А больше ничего не было. Все институты, которые развивались, с помощью которых развивалась Россия, они были совершенно по другой системе построены. Все вспоминают и говорят, да, вот там была Академия наук, а Академия наук была совещательным органом, из-за пяти десятков людей, которые просто знали ученых. У них ни одного не было никаких институтов. Они были просто специалистами. И когда надо было там, например, восточную железную дорогу знаменитую, транссибирскую, строить, их просто позвали, сказали, кто это может сделать. А они назвали. Создали комиссию и построили дорогу. Не было у них никаких институтов. Это сталинская дурацкая идея абсолютно. Когда взять академикам, все это дать по институту и, значит, устроить такое динначале. Ну, а что это превратилось, надеюсь, не надо пояснять. То есть это уже родственная система с двоенных времен. То есть вот так закончилось это начинание. И таких начинаний было много. А все научно-исследовательские институты, в том числе знаменитые физические, в которых работали выдающиеся ученые, это что? Это общественное начинание. Это так называемое научное леденцовское общество. Леденцов был такой богатый меценат. И когда в пятом году после этих всех псевдореволюций на Красной Пресне ввели жандармов в университеты, все возмутились. И профессора ушла. А две тысячи профессоров ушло. Официально ушло. С кафедры. Это привело в конце концов, что там Мечников стал работать у Пастера и прочее, прочее. Да и никто не шевельнулся у нас в руководстве страны. Да нет. Плевать было всем на это. Это в эпоху самого интенсивного развития научно-технического прогресса. И вот тогда в леденцовском обществе были созданы те самые институты, которые существуют до сих пор. Их всех потом национализировали и передали академикам. Почему, непонятно. То есть, иначе говоря, даже структура такого косвенного образования в государстве как наука не работает нигде. Ни при социализме. Я этот предмет очень хорошо знаю. Ни при капитализме, ни при царизме. То же самое с экономикой. То же самое с политикой. То есть, все время получается так, что у нас мы строили-строили социализм, потом раз передовые комсомольцы пришли в правительство, и мы старались строить капитализм. О чем идет речь-то вообще? Почему такие проблемы возникают на ровном месте? Иначе говоря, несмотря на всю разницу и политического строя, и системы отбора, все то же самое. Вы вспомните, как художники при царизме развивались. То есть, у нас говорят, вот сейчас у нас там художники появляются, не пойми какие, не пойми, а раньше что? Понравился высокий, красивый, молодой художник? Его великая книжна раз, за шкирку и в дворец. Три года там пользовался им по соответствующему образу. А он картины писал выдающиеся. А потом уехал в Париж и забыл о нем. А те художники, первые, первые лица, которые вот висят в Третьяковке, и все так было точно, как и сейчас, ничего не меняется. В чем же дело? И в Европе, и в Америке все то же самое. А дело в том, что никакая система, какой бы мы с вами не строили, любая человеческая система, не может не учитывать один простой вопрос, что люди разные. Вот эта идея порочная, я уже об этом говорил неоднократно, которая пришла в, скажем так, в политологию XIX века из утопических идей французских гуманистов, но которые были теми еще гуманистами, я не буду рассказывать, что это были за фрукты. Но, тем не менее, они развивали вместе с тогдашней передовой французской наукой, что правда, она была действительно передовой, идею всеобщего равенства и братства. Вот от этих глупостей они перешли к делу, то есть они стали утверждать, что все люди одинаковы. И что, мол, где если мы возьмем, поймаем на улице любого, мальчишку или девчонку, вложим в него, заставим там математику преподавать Лапласу, значит, отдадим астрономию Фламариону, и вот у нас тут попрет, там, без позвоночных изучать гидру с помощью знаменитого трамбле, вот тогда все и появится, вот они сразу станут умными, хорошими. Ничего не получилось. Но вот эта идея, идиотическая по своей сути, о том, что люди одинаковые, а мозг похож на творожок, который высказывал знаменитый французский физиолог Флоранс, он ее толкал все время, она победила, она победила на крови знаменитого человека, который впервые сказал, что люди разные. Но поскольку он сказал это как-то очень своеобразно, он плохо кончил, естественно, посидев в тюрьме при Наполеоне и так далее, тогда Мета Медугаль, его имя связывают с френологией, которая ему была для определения способностей по шишкам на голове. Ну и действительно, он в Австрии начинал и показал, что да, вот есть шишечки, и которые отвечают за те или иные функции. У него была такая идея, что мозг давит на череп в развитии у человека изнутри и выдавливает вот эти шишки, которые соответствуют способностям. Его диссертация, кстати говоря, лежащая в Москве, в Московском университете, в библиотеке, единственный экземпляр, сохранившийся, она посвящена мозгу, и никакой френологии там не пахнет вообще. Одно у него был помощник, а помощники, как вы знаете, они очень склонны, часто бывают к сребролюбию. И он подбил, значит, достаточно плохо жившего Франца Иосифа Галя устраивать вот эти вечера. Ну, как мы с вами собрались, все то же самое, только представьте себе начало 19-го и 19-го, века, и там все дамы с восторгом подставляют свои головы для определения шишек. Ну, от всей рады стараться, значит, составляли карты, там центры любви к детям определяли, там центры гуманизма, центры заботы о родственниках, ну и про все очень... В общем, примерно в таком состоянии сегодня наука в США и в Европе и пребывает до сих пор. Спустя 200 лет ничего не изменилось. Потому что вся эта липа с компьютерной томографией, с изменением мозга, как вот вышла неделю назад статья, я приведу пример, о том, что после космических полетов, в которые участвовали наши специалисты по мозгу и высшей школы экономики, уж как они там этим занимаются, это полная загадка. Но тем не менее, они с авторой, с американцами этой статьи о том, что связи у космонавтов при полете меняются. То есть, это вот уровень безграмотности начала 19 века. Почему? Потому что если бы связи менялись, то мы безвозвратно утрачивали огромные фрагменты памяти. Это в принципе невозможно. Они просто пишут, связи межполушарно изменяются, пожалуйста. Вот на этом уровне все там и осталось. Но самое главное, что он первый сказал о том, что быстрее всего мозг индивидуален. И когда, значит, стали намекать о том, что пора австрийского императора тоже проверить, потому что население засомневалось в его выдающихся способностях императорских, значит, тот его в 24 часа выселил во Францию. Но он туда поехал, там же был революционер, Бонапартия, звали Наполеон. Он думал, что там-то вот, тогда там действительно был центр науки. Ну, французы его уничтожили к середине 19 века. Так что, с помощью гуманизма, естественно. Ну, тот, как только этот появился, французь Ивгален, он его посадил в тюрьму и, в общем, дело пошло на лад. А потом они его заклевали, издевались долго. И дело почти умерло. Ну, у него было несколько учеников. Среди них и поль брака. Тот самый, который впервые показал, где у человека существуют речевые зоны. И таким образом доказал локализацию функций, то есть определенных, которые, вот, французь Ивгаль, собственно говоря, проповедовал. К чему я такую длинную историю рассказываю? Потому что до сих пор на Западе представление индивидуальной изменчивости мозга отсутствует. Вообще. То есть дело доходит до того, что, например, ну, это бизнес, во-первых, в Америке. Если человек попал в аварию, у него слесло полчерепа, американские врачи на голубом глазу говорят родственникам и страховым компаниям, что они будут лечить и вылечить, отрастет. Я не шучу. У них должно отрасти с помощью стволовых клеток, особенно которых вообще не существует. То есть выдумки. И на этом держится огромная страховая медицина, неврология. Это обычное дело. То есть они до сих пор считают, что человеческий мозг, как и во времена Флоранса, то есть начало 19 века, похож на творожок. И никакой локализации функций нет. На самом деле, что происходит? И это основная проблема всех социальных процессов человечества. Тем, что люди разные. И разные они не потому, что кто-то получил хорошее воспитание где-нибудь в Оксфорде, его научили пользоваться кредитной карточкой папы и мамы. Ну, это считается признаком большого образования, но это сейчас где-то уровень ПТУ примерно советских времен. или еще где-нибудь. А вот другой, мол, где там произрос, где-то в глуши, в Саратове, и он там по образованию не получил. Все это чушь собачья абсолютно. Почему? Потому что если есть предрасположенность, а что такое предрасположенность, это не психологический термин. люди говорят, у вас там способность, у него есть потенциал. Вот это все бредятельно, не имеющее отношения к реальности. Почему? Потому что мозг устроен очень консервативно и просто. У него существует вот в наокортексе, который рисуют художники с бороздами и извилинами, примерно 60 полей, ну и с подполями, которые выполняют совершенно четкие конкретные функции. Зрительные поля, зрительные, слуховые, слуховые, моторные, двигательные. Все. И если там будет вот такое кровоизлияние, то будет сразу заметно. Рука перестанет двигаться, нога перестанет двигаться и так далее. Если в зрительном поле, то появятся так называемые скотомы, то есть опытный окулист с помощью специальных приборов. Многие видели, они стоят у них на шкафах всю жизнь обычно и нескольких поколений этих окулистов. Такие дуги большие, металлические, непонятно зачем. Вот эти большие металлические дуги определяют зоны выпадения полей зрения. За счет сетчатки это можно проверить, посмотрев вам в глаза. А если сетчатка цела, значит это за счет затылочной коры и за счет кровоизлияния. То есть иначе говоря, у нас есть четкая привязка, которую впервые определил поль брака на больных с потерей речи, которые не могли говорить, но могли петь. Психология очень распространена, это ахинея, связанная с асимметрией, это все неправда от начала до конца. Почему? Потому что у нас эти поля одинаково представлены в обоих полушариях и компенсация наступает. Но это зависит еще от двух десятков структур мозга, которые связаны с речью. Поэтому надо отслеживать всю цепочку. Иначе говоря, у нас есть такой феномен, как локализация функции, проверенная на сотнях тысяч и миллионах людей после травм, после инсультов, после многочисленных травм в двух мировых войне. И вот это основа того, о чем я хочу сказать. Какую бы мы систему не строили, нам надо решать одну единственную проблему индивидуальной изменчивости. Если у человека конструкция мозга не предполагает контроль за произвольным мышлением, не то, что там какие-то психологические навыки, оставьте это ради Бога, это все психологи пусть кормятся. Неплохой бизнес, правда, бессмысленный и бесполезный. Но неважно, бизнес есть бизнес. А речь идет о другом, о том, что произвольное мышление предполагает, что человек может использовать мозг для чего-то, кроме еды, размножения и доминантности. То есть, как только он отошел от мака терезус в своем поведении, не видно же, что с мозгами происходит, мы видим только поведение. А поведение обычно продиктовано. Посмотрите на социальные законы, на законы, действующие во всех странах. Они на что направлены. Размножайтесь. Прекрасно. Значит, дальше создать условия, в которых люди бы добывали пищу желательно затруднениями. Ну, и в рамках разрешенных масштабов выпендривайтесь друг перед другом. Ну, можно машинами, в советские времена там сапогами и колготками. Кто-то там выпендривался парфюмерией и доводили это до анекдотов. Ну, когда идешь в метро в советские времена, а там кто-то французскими духами надушился бабушкиными. Стоит такое амбре, не амбр, амбре такое, потому что там же анальная пробка кита в качестве экстракта используется. Амбр это что? Анальная пробка кита, то есть железа, из которой экстрагируются гексаном и спиртом ароматические вещества, похожие на человеческие феромоны и делают девушек притягательными. Но если это протухло еще 50 лет назад, то остается уже амбре, а не амбр. И вот, значит, вдруг выпендривались, двигались, разнося эту тухлятину по московскому метро. Сейчас чуть получше, но примерно так же. То есть вот и все, но эти все принципы в мозге у нас есть у всех без исключения. И это очень удобно для экономистов, потому что они же не оперируют к произвольному мышлению, они апеллируют к колбасе, к зарплате и к социальному уровню жизни. Все. То есть получается, что любое государство на этой планете, любая социальная система, какую бы мы ни строим, любого содержания, любой степени контроля, она посвящена развитию и размножению низших приматов. по сути. Хоть один закон вы мне можете назвать, который бы был посвящен тому, что надо доплачивать умным. Нет, упаси Бог, многодетным, пожалуйста. Хорошо размножаетесь, у вас есть соответствующие инструменты и навыки, денег добавим, давайте дальше. А за ум никто не платит, у нас нет ни одного закона поощряющий интеллект. И в Америке нет, и в Англии нет, и в Германии нет. Что это такое случилось с человечеством? То есть обезьяне навыки связаны с едой, с размножением, с доминантностью, обратите внимание, всех странах же награждают разными маленькими такими блестящими предметами. Многих из обножества детей, из реальной трудовой подвиги, ну и военной, тут же там положено. С чего бы это? Хоть одна медаль существует за то, что кто-то что-то сообразил. Нет никого такого. Трудовой подвиг академика. То есть нет, у нас нету мозгов, у нас есть труд. И это как-то между собой не складывается. В результате что происходит? В результате у нас есть проблема которая возникает при любой стратификации общества. Не знаю там какое. Строим там октябрят пионеров, комсомольцев, партийных чиновников и так далее. Такая иерархия или другая иерархия. Там пожалуйста императорская семья. за английским вы наблюдаете этот аттракцион бесплатный. Это очень смешно все. Ну там примерно то же самое. То есть критериев ни наследственных, ни социальных отбора людей не существует. В результате кто занимает доминирующее положение в любом обществе? Те кто соблюдает биологические законы и их осуществляет бескомпромиссно. То есть уничтожение начальника и занимание его места за удлинение потона колбасы это вполне объективно и понятно. Но это обезьянник где тут гомо сапиенс именно поэтому у нас такое в научной номенклатуре гомо сапиенс сапиенс почему два раза сапиенс потому что в основном одного не хватает гомо сапиенс и во всей особенно в пулян интересном гомо сапиенс это вот те самые которые разделяют интересы шимпанзе в лучшем случае то есть к чему я привожу к тому что в условиях любой социальной структуры люди которые исповедуют обезьяне принципы отношений в социальном обществе будут иметь преимущество ну и скажите что кто-нибудь из вас не сталкивался с этим вспомните начальника вспомните чутких руководителей кто сосредоточенно занимает ключевые должности те кто обладает произвольным мышлением сложен упаси вас бог это как школьники которые в школе им предлагают решение кто всегда например в Америке получает большие преимущества раньше просто было такой толщины в Эпстеровский словарь 700 слов выучил в названии ответил все отличник при чем тут мышление при чем тут рассудочная деятельность никого а у нас после того как ввели ЕГЭ это возвели в ранг закона угадал то есть мышление ни в коем случае то есть и чем дальше мы ступив вернувшись на путь капитализма вернулись к биологическому процессу потому что вот постройка социализма в нашей стране это была жалкая и никчемная конечно и негодными средствами осуществленная процесс попытки разводить людей а не обезьян но это не получилось поскольку индивидуально изменчивость не учитывалась наверх всплыло естественно все обезьянь и сообщество наиболее оголтело гоняющиеся за колбасой и ресурсами а потом когда они решили передавать это как всякая порядочная обезьяна по наследству у нас социализм закончился потому что никаких других интересов у этих людей не было и пользоваться головой они могли только в одном направлении то есть подводим некий такой общий итог независимо от структуры сообщества которое мы строим или строили или строят где-то в другом месте без системы церебрального сортинга то есть искусственного отбора людей по способностям не с помощью индексов IQ я вас умоляю вот этот психологический идиотизм пожалуйста оставьте потому что даже те кто айзинг который придумал это он ругался последними словами он говорит это нельзя это придуманные технологии для того чтобы с помощью посредственности отбирать посредственности когда это было успешно в США тогда когда после Второй мировой войны они провели 54 тысячи операций на мужиках по подрезанию лобных областей лейкотомий что это Америка так процвела потому что мужики были хорошие покладистые тихие и очень хорошие семьянины ну просто красота тихие работящие но для этого надо было залезть острым ножичком и подрез слобную область вдумайтесь 54 тысячи операций и вот эти трудолюбивые тихие проперированные мужики и создали рассвет 60-х 70-х годов Америки и вот когда коснулось дело того что они стали стареть их надо заменять тогда был предложен Айзенком вот этот принцип IQ и что ли начали делать они стали дураков отбирать принудительно с помощью индекса IQ потому что индекс IQ как известно проверка лауреатов Нобелевской премии показала что ни один из них не мог бы поступить в начальную школу по американским законам все понятно по-моему то есть это тест на дебилизм если ты получаешь 100 баллов IQ то можешь спокойно записываться к этой пацифистке которая там зеленая одобряет вот эту всякую политику то есть иначе говоря это тест на идиотизм и из-за того что американцы его применяли 30 лет еще в конце прошлого тысячелетия они публично запретили его использовать для сортинга школьников а наши стали вводить я поздравляю наше министерство образования то есть большего вреда нанести там чем отбор детей с помощью таких индексов невозможно иначе говоря психологические тесты к чему я подвожу они для этого негодны психологические тесты вообще ни для чего негодны особенно с детьми объясню почему потому что мозг растет и развивается и он у человека формируется ближе к 27 годам это не значит конечно что нужно не давать кататься на велосипеде до 30 нет это слишком мне кажется но ожидать что подобное тестирование может выявить какие-то способности потому что финальный ядр в мозге дифференцируется в 16-17 лет то есть субстрат еще очень скажем так ненадежный это можно делать где-то с 15 лет уже более-менее сложившийся мозг но это не значит что это будет 100% результат некоторые вещи можно некоторые нельзя то есть есть возрастные изменения которые не позволяют использовать такое тестирование особенно в младший класс у них до 8-9 лет на кортекс не дифференцируется то есть он только начинает дифференцироваться 8-9 лет а там пытаются привить какие-то высочайшие идеи ну из этого как вы знаете во всем мире это интенсивно пропагандировали что детей надо как можно раньше учить для того чтобы из них сделать рабочих или солдат да наверное это хороший способ для государства а разумных людей нет потому что мозг слишком поздно дифференцируется и слишком тяжело поэтому представить себе что там вдруг какие-то высокие социальные идеи возникают у детей они вдруг изучают какие-то науки пустой мозг легко запомнил нет любой глупостью поэтому эти демонстрации бесконечные полоумных родителей своих таких же полоумных потомков заканчиваются всегда одинаково я участвовал с 70-х годов этих проектах могу сказать многих из 70-х я потом уже в 90-х встречал на помойках вдоль Тверской вот этих гений в которых отобрали и это было всегда и будет всегда но поскольку мамки всегда как оголтелые носят со своими детьми и думают что они родили очередного гения естественно это плохо кончается для самих детей я по этому поводу двухтомник написал называется он морфология сознания о том как у детей просто мозг созревает мне жалко детей надо как-то их защищать от мамок ну мамки может почитают перестанут хулиганить но это вряд ли потому что убежденность обезьяния она на первом а все остальное вторично поэтому как бы у нас складывается какая ситуация с одной стороны у нас подрастающее поколение дико индивидуально изменчиво его пытаются например отобрать во всякие организации с помощью там сириусов ну понятно это имитация двухмесячная псевдообразование или специальных кадровых резервов если туда подрастающее поколение идет кто там будет ясно зачем они идут они идут для того чтобы решить свои проблемы то есть на этих людях надо ставить крест и близко не подпускать ни к власти ни к управлению людьми все у нас все наоборот и на западе то же самое там все одно и то же психологи говорят вот видите это лидерские качества смотрите как он прекрасно прыгает с вышки это признак ума явно получаются отличные ребята непригодные ни для чего да и уже есть несколько генераций которые собственно говоря мы имеем счастье наблюдать то есть человек который обладает конструкцией мозга подходящей для произвольного мышления то есть индивидуального а не копирования чужих мыслей и идей он встречается очень редко и надо искать его с большим трудом и сам он никогда в жизни в какую власть не полезет они обычно все туда лезут исключительно как источник за источником колбасы поэтому ждать что они вдруг начнут что-то делать для населения смешно это имитаторы обычно они самые верткие самые шустрые подвижные психики лучше всего имитируют некую деятельность которая никакого отношения к реальной пользе то есть к реальной думам о чем-то кроме еды размножения и доминантности не имеет все остальное только средства для их поддержания то есть поэтому что получается любая социальная система наверх выдавливает максимально биологических особей у которых конструкция мозга наиболее отражает вазоспособности которые позволяют им занять максимально высокий уровень то есть решая свои личные биологические задачи а вот отбор тех кто будет о чем-то думать более серьезным чем о своих личных проблемах он очень сложен и ни в одной стране мира им не занимаются почему потому что как только среди биологически озабоченных начальников появляется хоть один разумный возникают проблемы я вам сейчас приведу пример такой который стоил нашей несчастной стране 30 с лишним миллионов жизней и уничтожение половины государства а все зависело всего от двух балбесов которые правда обладали властью вот смотрите я почти уверен что большинство из вас даже об этом не слышало вы слышали что-нибудь о нобелевском лауреате по химии нашей стране знаете такого семена вот видите кто то ли самый передовой отряд наших специалистов николай николаевич семенов нобелевский лауреат по химии кто-нибудь из вас слышал да нет кто-нибудь говорил нет потому что все его ученики которые на устах академики топили всю жизнь своего учителя как могли а в чем дело-то а дело в том что Николай Николаевич Симеонов занимался реакциями фосфора и он разработал много чего интересного как происходит горение фосфора в разных замкнутых объемах очень интересное дело и он как раз сделал очень интересную вещь он в 1934 или 1936 году запатентовал атомную бомбу у нас в стране у нас не надо делать страшное лицо относительно великих немецких физиков которые знали прекрасно его статьи и перли по черному потому что он разработал основу как цепной реакции по сути делал урана так и взрыв термоядерной бомба когда цельнотельный взрыв это все опубликовано было на западе и по моему если мне память не 32 или 34 год он они рассчитали там втроем что нужно сделать для этого и отправились ну понятно куда да то что потом стали называть комитетом обороны и сказали ребята а сказали они двум выдающимся военачальникам тухачевскому и буденному они пришли вот у нас если мы сейчас начнем делать по нашим расчетам через 3-4 года мы сделаем сможем осуществить ядерный взрыв цепную реакцию с ураном не надо было никуда доставлять вы понимаете на границе с этой ну то что сейчас почему-то называется Польшей при Вислинской области Российской империи загадка для меня почему она так называется ну вот рвануть просто эту бомбу никуда не двигая и успокоить полуторамиллионную немецкую армию вторжения что сказали Николай Николаевич Семенов у нас проблем нам надо определять длину шашки и толщину брони какая бомба и мы положили полстраны и 30 миллионов мужиков детей и стариков нормально отлично я вас уверяю что сейчас ситуация почти такая при всем анекдотизме то есть можно сделать так же точно только сейчас не атомные бомбы это все немножко по другому работает по другому можно сделать то же самое так чтобы ни одна пушка не стреляла и ни один из наших солдат не погиб но как вы понимаете всегда найдется свой буденный Тухачевский в любые времена это говорит о том это говорит о том как такая простая вещь как руководство людьми людей недалеких над людьми обладающих произвольным мышлением оно так сказать приводит вот таким печальным результатом будете когда искать будет трудно найти то что я говорю но в 38 или 39 году на основании как раз публикации Семенова какой-то итальянец запатентовал то есть это не было секретом просто в одних странах занимались ядерным оружием а в другой шашку удлиняли или броню утолщали результат понятно очевиден то есть вот к чему приводит это было неоднократно в истории человечества это просто самый яркий и малоизвестный пример а таких примеров тьма тьмущая в истории человечества и к сожалению проблема заключается в том что биологические носители биологического сознания они создают собственно говоря социальные платформы которые потом не работают и ничего с этим сделать нельзя есть только один способ прижизненно проводить вот эту самую оценку неспособности оценку структурной конструкции мозга потому что изменить нельзя вы можете вы изменить только одним способом если взять бейсбольную битую и врезать себе по башке в результате кровоизлияния часть нейронов умрет но это обычно к хорошему не приводит посмотрите на стариков у которых нейроны после 50 лет погибают по 30 грамм за каждое десятилетие 3 грамма в год они становятся лучше умнее это вряд ли они становятся не лучше и не умнее они становятся зануднее и уперти добиваясь своих навязчивых идей зачастую абсолютно идиотических почему потому что сокращение количества нейронов приводится к снижению полиморфизма при принятии тех или иных произвольных рассудочных решений если они вообще есть в этой голове поэтому как бы потеря нейронов это не самый лучший путь хотя количество связей у нейронов с возрастом увеличивается но это не компенсирует поэтому у нас складывается такая ситуация нужно с моей точки зрения разрабатывать технологии прижизненного анализа индивидуальных особенностей строения мозга есть ли этого возможности есть уже 15 лет то есть используя современные технологии естественненькие не компьютерные только вас умоляю про искусственный интеллект мне не надо вот этот железный феликс на котором считали в моем детстве бухгалтера ничем не отличается от сегодняшних нейросетей абсолютно кстати говоря могу сказать что используя вот эти особенности индивидуального мозга мышления есть технологии GPT чат скрывать то есть находить отличия написанные искусственных сочинений от сочинений человека с 100% вероятностью и пусть компьютерные мальчики вам голову не морочат это делается с помощью технологий в том числе определения по косвенным признакам способности к произвольному мышлению мы этим давно занимаемся но это могу сказать что это да дает результат если есть необходимость но это косвенные все равно методы нужно разрабатывать и для этого есть все основания прижизненные высоко разрешающие томографию которые позволят индивидуализировать различия мозга не думайте что они 10% это не эта всякая ерундистика которую вам рассказывают психологи речь идет кратная то есть например зрительные поля различаются у человека в 3-5 раз по числу нейронов и по размерам представьте себе то есть у кого-то 100 сильный двигатель а у кого-то 500 сильный ну будет ездить машинка по-разному вы понимаете то же самое происходит с другими областями разницы кратные максимальная разница 41 тысяча процентов количественно есть области которые определяют нашу регуляцию в том числе гормональным поведением так называемые поясная извилина там многие подполя различаются в десятки раз максимальное различие найдено в 41 раз так что вы представляете вы пытаетесь договориться с человеком который по определенным структурам мозг отличается от вас в 40 раз ну попробуйте договориться или вы его не поймете или у нас никогда не поймет вот в чем дело это изменить никак нельзя но это еще ничего но дело-то еще хуже обстоит почему многим высоким чиновникам что объяснить нельзя потому что есть еще один феномен который не встречается ни у кого кроме высших приматов у нас существуют качественные различия то есть у нас есть в мозге поля в которых находятся под поля которые у одного человека есть а у другого нет вообще нет вы не сможете говорить в носу пальцем если у вас этого пальца нет просто невозможно вы не можете ездить на машине у которых нет пара колес и это преодолеть никак невозможно ничем ни воспитанием ни образованием а вот теперь представьте себе такой красавчик у которого отсутствует половина подполей приходит в достаточной власть и начинает чем-то рулить восторг будет бесподобный всеобщий и мы знаем в истории таких клоунов особенно времена французской революции которые устраивали такое что ну и в нашей революции тоже таких чудиков было полно это людоедство которое и сейчас процветает во многих странах почти в прямом смысле этого слова и нельзя ничего объяснить бесполезно там действует только метод декапитации то есть укорочение на голову но другого метода нету и к сожалению у нас примерно 20 процентов людей которые не способны воспринимать результаты произвольного мышления не способны его генерировать не из-за того что они какие-то плохие просто структурно нету и примерно столько же вообще социально опасно вот поэтому мы с вами имеем то что имеем поэтому любые экономические проекты любой перестройка с моей точки зрения социальной структуры государства надо начинать с того чтобы вводить индивидуальный анализ индивидуальной изменчивости конструкции мозга иначе опять очень быстро хороший инженер будет думать над цепной реакцией фосфора или химик как Семенов а плохой химик полезет в директора института а потом может быть даже в совнарком чем закончится надеюсь вам не надо объяснять что собственно все время происходит вот эта проблема она неразрешима на первый взгляд на самом деле разрешима но просто вы понимаете что те кто решают эти проблемы на государственном уровне боятся до смерти только этого 15 лет назад когда у меня выходила книжка изменчивость и гениальность я не хотел публиковать потому что куть личности это прекрасно конечно но можно и пережить если сделать что-то полезное для страны я пришел куда положено принес эту книжку написанную где просто взятый разные люди талантливые гениальные известные которых собирали коллекционировали мозг каждого из них порезан на 6,5 тысяч срезов и анализировали конструкции их мозга по полям и на этой огромной базе колоссальной были сделаны эти исследования которые нельзя опровергнуть потому что они материальны это не физиология с помощью магнитного резонанса это реальность вот оказалось я говорю вот есть такая схема мы сможем прижизненно вот вложив столько-то денег привлекая таких-то физиков таких-то специалистов там серьезные были проблемы 15 лет назад они сейчас уже все решены а воссыны не там можем начать под ковром внутри страны уникальную вещь отбирать людей суперспособных для специальных задач которые будут решать проблемы государства как вы думаете каков был мне ответ мне сказали ну а что же будет с нашими детьми а почесав репу сказали а с нами то есть люди вполне с пониманием отнеслись к уровню своей некомпетентности это похвально но ничего не изменило в результате книжка вышла и первые тиражи ушли все на запад так что вот такая история и проблема почему я с большим скепсисом отношусь к всяким моделям потому что ну хорошо решим мы проблема ну поставим мы новую экономическую модель в систему что с людями то делать как их отбирать для реализации этих проектов каким способом или опять произойдет то же что всегда нельзя запускать в рамках биологической эволюции а мы говорим про нее нельзя запускать никакие осмысленные социальные проекты потому что победителями в них тут же станут те самые обезьяны против которых это направлено из-за индивидуальной изменчивости которая считается не неприкосновенной священной коровой и которую на всякий случай во многих странах просто стараются категорически игнорировать ну в общем все что хотел сказать если есть вопросы то давайте да прошу у меня такой вопрос вот те люди которые забеспокоились о своих детях и внуках и следующий шаг если все будет так усугубляться то внукам уже не будет места в этой жизни прошло 15 лет большинство внуков уже утилизированы все именно так как вы прохали ну для этого же нужно это понять это вам очевидно а вы представьте человек который уже украл 2 миллиарда долларов зарыл их на западе он уверен что там у него в каждой из пяти там стран по жене с детьми и он уверен что он все все обеспечил все у всех дипломы купленные в Оксфордах Кембриджах там все нормально все а потом раз в один момент я уже тысячу раз это объяснил но если вы туда едете и там вам создают прекрасные условия и вас как карасей пускают в большой пруд чтобы вы там поплавали то вас потом обязательно зажарят такая традиция есть а сам так дел ничего поэтому вот в этом-то и проблема то что для вас кажется очевидным а для другого человека вообще вещь недоступная с интеллектуальной точки зрения он будет махать рукой и говорит а там попробуйте вот рассказать о том что зайдите куда-нибудь в пивную в деревню и расскажите про то что вот у вас будет там 100 миллионов у вас будет всевозможность жить в Англии и что будет с вашими детьми и вы получите соответствующий ответ быстрее всего в глаз все вы не договоритесь и об этом я и говорю когда нет субстрата те или иные поля и подполя отсутствуют почему так тяжело люди например даже семейной жизни переходят я в свое время говорил у нас важнейшая проблема подбирать и мужиков и тетенек чтобы мозги хоть чуть-чуть подходили в том смысле что полного сходства не будет никогда потому что есть половой деморфизм но надо подбирать примерно так чтобы хоть чуть-чуть совпадали а то женщина говорит сходи в магазин а мужик слышит сходи в пивную ну все и хоть убей и наоборот то же самое понимаете вот в это вот в этом проблема даже слова вот если у вас есть жена есть попробуйте с ней поговорить внимательно следя за значениями слов задавайте ей вопросы которые бы требовали глубокого понимания значения слова все поймете так вот если хоть чуть-чуть подогнать это подбирать людей хоть немного чтобы понимали это было бы счастье почему дети вас не понимают в 9 случаях из 10 вообще самое лучшее как известно как говорил Сережа Даренко самая главная мечта мальчика это убить папу значит он ну он знал о чем он говорит ну вот проблема с детьми заключается в том что у них мозг может от вашего отличаться больше чем-то от мозга там случайного знакомого на улице вот в чем проблема и он с вами не может договориться он 300 переменных мама и папа значит 150 на 150 переменная структура генетическая детерминация никудышняя почему потому что ну вы представьте 24 тысячи генов чего вы ими запрограммируете да ничего у вас 150 миллиардов нейронов да еще у каждого по 100 тысяч связей на нейрон какие гены бред сивой кобылы там регуляционный механизм развития в этом вся проблема и даже при полном сходстве однояйцевых близнецов мозги все равно разные а если они еще поживут 10 лет у них идет так называемая генетическая репрессия экспрессия разных областей разных генов они генетически отличаются это известно хорошо но все просто молчат об этом как проклонирование которого не было ну примерно так да конечно это вот этот маленький хорошо спасибо Сергей Вячеславович вот во всей вашей пессимистической речи я вот нашел один инфемистический момент по поводу того что существует некие все-таки косвенные методы церебрального вашего сортинга вот это какие косвенные я почему вопрос задаю конечно действительно там мученизированных при помощи томографии изучения мозга очевидно очень сложно организовать отбор ну надо чтобы у вас в лаборатории стоял аппарат например его надо сначала создать ну тем более вот а если косвенные методы это какие вот ими могут умные люди пользоваться для того чтобы не обязательно уже это тогда все под махину заводить косвенные методы только никто мы разработали эти мы 7 лет занимались этими вопросами да есть косвенные способы это тестирование нет это а что в глаза надо посмотреть нет не в глаза надо посмотреть нет а вам сейчас я вам сейчас обещаю это используется теми же самыми умными людьми давай слушайте оставьте любого умного всегда можно обвести вокруг пальца что все время и делается женщинами женщинами я говорю как раз о другом я все понимаю значит я все понял вопрос я отвечаю на него да дело в том что как раз из-за того что у нас мозг очень разный структуры в мозге индивидуально изменчивая мы многие действия свои индивидуализируем причем мы же не знаем как мозг работает вы просто делаете потому что так хочется и так вам удобнее так вы привыкли вот привыкли удобнее обучен это на самом деле практичите церебральная дактилоскопия вопрос что вот это отдельный разговор значит сложные такие вещи как например написание текста да не на руки не руками на компьютере это все равно обзор почерк вообще никакого графофикция никакого отношения к реальности не имеет это ни о чем я знаю многих людей которые 12-13 способами пишут все зависит от того где они шпионят в какой стране вот и совершенно не беспокоятся по этому поводу вот так вот мозг индивидуально имеет определенную структуру и вот такое дело как например ну сочинение о том как например как я провел лето у бабушки да вы можете написать и когда вы будете писать вы будете пользоваться примерно 33-36 полями на кортекса которые очень индивидуально изменчивы и в течение 7 лет разрабатывалась технология которая позволяет оценить ваши энергетические затраты которые вы производите при написании эти текста своим мозгом они финальны были прямые измерения этого дела и удалось разработать за 7 лет технологию по которой можно по достаточно обширному тексту представить как в тех областях которые связаны с речью с произвольным мышлением как связаны с тем как вы продумываете текст там же надо не просто писать надо же еще слово придумать он должно сложиться в двигательно-моторных областях это 5 полей вы должны буквочки знать должны их написать или напечатать не важно на чем то есть таким образом просто получается так что у нас треть примерно мозга вовлечена в это мероприятие и поскольку нас абсолютно не интересует содержание того что вы пишете вот эта вся психология это нелепости содержание может быть любым а вот те конструкционные приемы которые вы используете они для нас важны и мы можем определить вы как обладаете способностью к произвольному мышлению или предельно точно называя вы можете управлять энергетическими расходами вне еды размножения доминат стиля или нет вот на этом уровне мы да можем анализировать это определяется в процессе или же обмешивается или же по тексту уже нет в процессе нам вообще никто не нужен то есть текст определяется да есть специалисты такие есть это интересно тут недалеко тут недалеко на Лубянке на Лубянке нет вы не пугайте я понимаю это тоже вариант нет это ну вовлечены опять не все центры понимаете вовлечено я говорю примерно треть поэтому достоверность соответствующая я так понял что это я просто к вам вовлеченном братисту что очень интересная тема но вы знаете что вы можете получить ответ какой вы будете долг нет деньги там китаем деньги вы будете плакать в углу потому что честный ответ вас не порадует а я не себя хочу нет политических деятелей даже студенчество 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 можно студентов не жалко хорошо студентов никогда не жалко еще вопросы есть да уже вы задавали а есть новый нам вас не жалко хорошо давайте есть у меня такой вопрос скажем вы нашли 20 человек условно говоря которые умеют работать головой да их что как разведчиков нужно туда отправлять потому что их же ну чтобы их кто-то принял они же там через два года они сделают революцию их тоже туда не пустят ну так должна быть политическая воля понимаете можно было 15 лет назад начать делать томограф реальный который к сегодняшнему дню там можно было бы за два часа выяснить хоть чем тебе заниматься-то всю жизнь или жену в конце концов найти тоже неплохо но такую которая подходила к тебе вот по этому месту а не по другим частям тела ну тоже неплохо может он был достоин то есть иначе говоря здесь же в чем дело политическая воля нужна как для построения томографа этого так же политическая воля нужна вот для таких вот вещей вы что думаете кто-то в восторге от технологий которые к тому же можно проверять я просто не могу здесь объяснять как это делается проверять на конкретных их ситуациях очень острых для страны ее проверяют он работает думаете кто-то испытывает страстное желание это запустить да нет вы поймите любая объективизация индивидуального индивидуального мышления индивидуального поведения любая объективизация она как бы очень скажем так социально опасно и вы поймите все зависит того у кого в руках это будет поэтому здесь за этим надо следить более тщательно чем за созданием атомного оружия потому что технология все-таки не требует постройки гигантских заводов расходы намного меньше а значит и доступность для безобразия намного больше так следующий вопрос здравствуйте Сергей Вячеславович ну здравствуйте о чем вы сказали стоит ли вообще это делать и вообще афишировать очень я просто понравился вот я президент стран я через этот промо пронос своих детей мне нужна политическая воля не сказать что ребята ваша задача ПТУ и все да вот это основная основная проблема как раз в этом и состоит что если у вас существует структура система наследования капитала всего остального то против этой системы будут интенсивно так сказать бороться я об этом собственно и говорил поэтому и то что можно было сделать 15 лет назад не делается вы совершенно правы для этого нужно быть быть во первых честным человеком а во вторых нужно понимаете не бояться этих вещей потому что это все равно произойдет бесконечно нас 8 миллиардов на планете ну не мы не здесь но в другом месте это произойдет и это закончится очень плохо пока мы можем это контролировать это можно сделать хорошо а когда это просто будет много точек роста то вы поймите вот представьте себе что по этой технологии какие-нибудь злые американцы отбирают 20 человек да и присылают к нам добрыми шпионами что у нас будет ничего вы не поймаете никого никогда потому что человек обладающий произвольным мышлением то есть сложным сознанием он вас обманет быстрее всего вы придете на работу достанете с портфеля мыло и веревку и поймете что это единственный выход они запросто устроят все что угодно потому что гений он потому и гений что вы его не вычислить не предсказать не можете и это социальная опасность а то что у кого-то поймаете не смешите меня люди не только подготовленные но просто на порядок более умные чем окружающие это огромная опасность это страшнее атомных бомб может быть извините я продолжу может быть у нашей страны у нашего благоухраненного отечества количество вот этих людей гений просто немножко больше процентов соотношения чем на других других странах вполне может быть а кто это знает у нас тысяча все-таки поймаем да нет ничего вы не поймаете вы даже не поймете кто это такой так еще вопросы есть нет вопрос правда про Мошей в Японии что там мужского рода которые произвели потомство две или это шум ну слушайте это как клонирование ну вы знаете есть животные у которых есть инверсия пола так без нас вот вы все время ими закусываете селедка например селедка например да она сначала нет ну что надо ближе к себе вот маленькие маленькие тоненькие селедки это мальчики а когда самец становится жирный такой здоровый это становится самкой ну вот и они поэтому так оплодотворяют свое есть некоторые то есть все все зависит от того с чем там японцы я просто не знаю эту статью не читал потому что такими глупостями заполняется все интернет все время есть у млекопитающих такие вещи да есть встречаются у млекопитающих у некоторых видов да встречаются но очень редко но если чтобы мальчик для того чтобы у мальчик кого-то родило надо ему переделать пипиську вы меня извините а если ее нет то он никого родить не может у нас известно что вот гиены они рожают через канал клитора вот такой длины так из них половина дохнет когда они рожают своих этих детенышей так что я думаю что через мочеспускательный канал родить ничего не может а потому что нужно органы репродуктивные поэтому надо читать что там японцы придумали но они же клонировали собак и котов долгое время пока их не поймали и не стали сажать в тюрьму за фальсификацию это же известно так что нет это то есть среди млекопитающих есть в качестве уникальных вещей но скорее всего это надувает да японцам просто опять денег захотелось спасибо если вопросов нет то давайте ну давайте короткий вопрос вот скажите вот вы начали с того что мозг формируется в 27 годах ну так основном поскольку поскольку потому что у него еще процессы все идут а соответственно когда вот эта гениальность человеку производит мышление после половой дифференцировки уже можно следить 15-16 лет уже может проявиться он еще может быть еще не стал гением то есть у него но у него есть структурное предрасположение то есть мозги ну более-менее приходят ко взрослому состоянию хотя еще будут увеличиваться но новых клеток не появляется с момента рождения там в гиппокампе несколько десятков клеток появится там за 15 лет но это они не решают ничего то есть у нас мозг заканчивает формироваться к рождению вот ребенок появляется на этом конец а голова маленькая потом увеличивается за счет чего она увеличивается за счет того что между нейронами образуются связи я говорил что у нейронов до 100 тысяч от 100 тысяч до миллиона связей между соседними клетками это во-первых за счет увеличения связи а вторых гидротация это все в жидкости же потому что иначе сигнал не пробежит то есть сигнал бегает электрически а содержательная информация передается через синапс электрохимический поэтому все аналогии с нейросетями являются фальсификацией и надувательством никакого отношения это не имеет потому что мозг самое фундаментальное отличие мозга от компьютера которое не позволяет моделировать его то что мы думаем морфогенетическим принципом а не передачей сигналов как считают наивные инженеры но дело в том что у нас не сигналы пробегают даже электрохимически образуются принципиально новые связи которых до этого не было вообще когда вы думаете напряженно решаете задачу поэтому в общем компьютеров с 150 миллиардов китайцев с паяльниками чтобы они перепаивали связи пока нет а каждый нейрон образует 2-3 связи ежедневно и 2-3 связи разрушает поэтому все эти басни про искусственный интеллект ну хорошо ребята зарабатывают но из двоичного кода и дихотомический механизм принятия решений ничего вырасти кроме калькулятора не может структура она 15-16 годам уже становится понятна она будет просто она увеличится потом она еще увеличится за счет связей ну и нейроны умирают все время потому что надо помнить все давайте поблагодарим спасибо